Я вот на колясочнике, сейчас я вообще не могу пересаживать. Валентина Новикова – инвалид детства. Родители женщины умерли, и помощь сейчас ей оказывает лишь соцработник. И аптеки, когда что-то, лекарства, все аптеки, все магазины, все, что, коммуналку она оплачивает, то есть она все делает, абсолютно все. Я говорю, вплоть до того, что она мне мыться даже помогает, вот купаться и все остальное, стирает все. Помимо Валентины, адресную помощь в краевой столице получают еще 350 жителей. Но если пока это делают только сотрудники соцзащиты, то скоро квалифицированную помощь пожилым смогут оказывать и их родственники, и просто активные неравнодушные барнаульцы. С 1 июня в городе запускают школу ухода. Это программа федерального значения. Алтайский край в прошлом году вступил в пилот в рамках этой программы системы долговременного ухода. Вступили несколько территорий. Мы, скажем так, город Барнаул – это вторая волна, которая вступила в систему долговременного ухода. Обеими ногами в нее мы вступили с 1 мая. И это не единственное новшество. Также с 1 июня на базе комплексного центра социального обслуживания Барнаула откроют центр дневного пребывания для пожилых и инвалидов. И кроме того, в рамках системы долговременного ухода скоро в краевой столице расширят пункты прокатов инвалидных колясок и медоборудования для маломобильных. Маргарита Гартунг. День с толком.